МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа новостей в НЕВ в студии Константин Перевозчиков. Сегодня в выпуске. 28 сентября в России свой профессиональный праздник отмечают работники атомной промышленности. В Центре культуры и досуга в НЕВ и Музее ядерного оружия прошли торжественные мероприятия. Традиционный вечер видеостудии РФЦНЕВ, посвященный памятным и юбилейным датам этого года. Сотрудники ядерного центра и их коллеги из городов присутствия Госкорпорации Росатом отметили профессиональный праздник на спортивных площадках города. С 27 по 30 сентября в ядерном центре в НЕВ прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню работника атомной промышленности. Первым в череде торжеств стало вручение сотрудникам РФЦНЕВ ведомственных региональных и институтских наград. Знаки отличия академик Игорь Васильевич Курчатов за заслуги перед атомной отраслью, за вклад в развитие атомной отрасли, почетный строитель атомной отрасли, почетные грамоты Госкорпорации Росатом, дипломы и благодарности губернатора и Законодательного собрания НЕВ и почетные грамоты РФЦНЕВ получили около 70 сотрудников ядерного центра. 28 сентября 1942 года в Советском Союзе было издано распоряжение, в котором говорилось, что в стране необходимо начать работать с ураном. С тех пор эта дата считается днем рождения в России атомной энергетики и профессиональным праздником тех, кто трудится в этой отрасли. Я хочу сказать, что наш ядерный центр является одним из лидеров нашего ядерно-оружейного комплекса, и мы по праву находимся теми достижениями, которыми богата наша история. Атомная отрасль – основа в обеспечении национальной безопасности нашей страны и одно из наиболее приоритетных и стратегически важных факторов развития отечественной экономики. В этом заслуга каждого, кто связал свою жизнь с атомной отраслью. Поздравляю вас с наступающим днем работника атомной промышленности. С праздником, дорогие друзья! Более 70 лет прошло с образования атомной промышленности. Сегодня в этой отрасли работают более 300 тысяч человек по всей России. Они создают ядерный щит страны и осваивают новые технологии ядерной энергетики. День работника атомной промышленности для жителей нашего города имеет особое значение. ВНЕФ – это то предприятие, которое является лидером, которое задает траекторию, задает темп, на которое равняются другие. Равняются и в ядерно-оружейном комплексе, равняются в стране в целом. В честь дня работника атомной промышленности в Музее ядерного оружия прошло награждение сотрудников городообразующего предприятия почетными грамотами и нагрудными знаками от госкорпорации «Росатом» и руководства РФАЦ «ВНЕФ». А кто-то получил награды и от губернатора и ЗАГС Собрания Нижегородской области. И развитие научных школ, развитие образовательной составляющей, финансовая компонента в виде огромного количества вливаний в региональные бюджеты. Все это говорит о том, что «ВНЕФ» является важной частью Нижегородской области. Вячеславу Николаевичу Косинкову на торжественной церемонии вручили знак отличия за заслуги передатом на отраслью третьей степени от госкорпорации. Но эту награду он не считает своим личным достижением. Если говорить правильно, это награда всего коллектива. В моем лице коллектив, с которым я уже работаю более 30 лет, я считаю, что он достойен такого начальника, а начальник достойен такого коллектива. Директора институтов, инженеры-конструкторы в Музее ядерного оружия собрались более 60 сотрудников городообразующего предприятия. И все они внесли свой вклад в обеспечение мирной жизни нашей страны. Мария Ирунч, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Атомная отрасль России – это мощный комплекс, в состав которого входят предприятия ядерного топливного цикла, атомного машиностроения, ядерного оружейного комплекса и отраслевые научно-исследовательские институты. Одним из лидеров атомной промышленности по-прежнему остается Российский федеральный ядерный центр. А его сотрудники вносят значительный вклад в развитие обороноспособности страны. 28 сентября в Центре культуры и досуга прошел торжественный вечер, на котором с профессиональным праздником работников ядерного центра поздравили руководители предприятия и профсоюзные организации, а также представители администрации города. Всех гостей вечера ждал и приятный музыкальный сюрприз. За прошедшие десятилетия трудом нескольких поколений ученых, инженеров, высококвалифицированных специалистов в нашей стране была создана мощная производственно-технологическая база, которая сегодня служит надежным обеспечением обороноспособности и энергетической безопасности России. И Российский федеральный ядерный центр внес большой вклад в ее создание еще в советское время, когда главной целью было ликвидировать монополию США в области ядерного оружия. Что особенно знаково, то, что именно работники КБ-11, коллектив, назову так, федерального ядерного центра, как раз первым сделал то, ради чего эти работы были развернуты. Получил практическое применение, испытав РДС-1. В этот вечер много теплых слов и поздравлений в первую очередь звучали в адрес тех, кто стоял у истоков создания ядерного центра. Я бы хотел выразить глубокую благодарность нашим ветеранам за те разработки, за те уникальные комплексы, экспериментальные комплексы, которые созданы у нас в ядерном центре. Атомная промышленность – одна из ключевых и стратегически важных отраслей отечественной экономики. Несмотря на то, что главная цель сотрудников ядерного центра – выполнение гособоронзаказа, их разработки используются во многих других отраслях. Проекты, которые есть у нашего ядерного центра, они прекрасно тиражируются и уже заходят в закрытые города. Проекты связаны с умным городом, проекты связаны с цифровым муниципалитетом. Сразу после официальной части всех сидящих в зале ждал приятный сюрприз – концерт от московского вокального шоу «Опера Прима». «Опера Прима» – это коллектив солисток оперных театров из Москвы. Он существует не так давно, но уже покорил сердца тысяч ценителей оперного искусства по всей стране. Участницы подобраны так, что их голоса могут охватить всю существующую музыкальную палитру нот. «Карина» – это низкий женский голос, редкий, мецо-сопрано. «Вика», например, у нас наоборот, колоратурная сопрано. То есть это разные арии. «Кармен», «Царица ночи», это уникальные голоса, лирическая сопрано, лирико-клоратурная, лирическая. И вот мы разделяемся и по репертуару, и по возможностям, и стараемся охватить всю палитру нот, от низких до самых высоких. В репертуаре коллектива – лучшие произведения мировой оперы и оперетты, исполняемые на русском, итальянском, немецком и других языках. Концертная программа не оставила равнодушным ни одного зрителя. Опера «Прима» превратила свое выступление в настоящее вокальное шоу с участием зрителей. Мария Руинч, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. В это же время в Музее ядерного оружия прошел традиционный вечер видеостудии «РФИАЦНИЕВ», посвященный памятным и юбилейным датам этого года. Участники вечера получили уникальную возможность посмотреть и обсудить историко-документальные фильмы из архива музея. Ведущим вечера стал главный специалист Музея «РФИАЦНИЕВ» Виктор Лукьянов. Вечера видеофильмов проводятся в Музее ядерного оружия традиционно в первом и втором полугодии. Они посвящены памятным датам и знаменательным людям, и событиям, которые внесли значительный вклад в становление и развитие атомной отрасли. Гости вечера получили редкую возможность увидеть архивные съемки. Из достаточно богатого архива нашей видеостудии музейной мы выбираем те фильмы и те моменты, те съемки, которые соответствуют юбилею данного года. Осенний показ был посвящен сразу нескольким знаменательным датам. 65 лет назад произошло испытание первой водородной бомбы. Изначально планировалось привести в действие заряд мощностью 100 мегатонн, но в итоге мощность сократили наполовину. Архивные кадры наглядно демонстрируют разрушительную силу ядерного оружия, которую изобрели советские ученые. Таким достижением можно гордиться, потому что мы уже опередили даже американцев, потому что они смогли повторить результат подобного, я бы сказал, устройства только через год. Фото и видеокадры середины прошлого века. Пожелтелые страницы рассекреченных документов. Все, что показывалось на экране, Виктор Лукьянов пояснял и дополнял фактами. Еще одна знаменательная дата, о которой говорили на вечере, стала знаковой для всей планеты. 55 лет со дня подписания международного договора о запрещении испытаний в трех средах – в космосе, в воздухе и под водой. В результате договора планета была очищена от последствий радиоактивных заражений, которые всегда происходят после ядерных взрывов. Фактически выбросов в атмосферу не было, потому что все испытания, которые были разрешены, это только подземные ядерные испытания, а при этом необходимо было обеспечить безопасность их и недопущение выброса продуктов радиоактивных после взрыва за пределы поверхности Земли, то есть в атмосферу. К юбилеям выдающихся ученых Российского федерального ядерного центра сотрудники музея создали фильмы из уникальных архивных съемок различных лет. В этом году круглые даты отмечают Лев Рябе, Фарадель Каев и Юрий Файков. Каждый из них в свое время внес значительный вклад в развитие науки и укрепление ядерного щита. Геннадий Соснин старается посещать каждый показ фильмов, так как некоторые съемки хранятся только в Музее ядерного оружия, и увидеть их по телевидению или в интернете вряд ли удастся. Это прежде всего память, память о тех людях, о тех событиях, которые уходят и, к сожалению, забываются. Помнить о том, что было и каким трудом достигался мир на Земле, чтить память тех, кто стоял у истоков становления ядерного щита нашей страны – это главная задача тематического вечера. Зрители разного возраста получили уникальную возможность прикоснуться к истории, которая тесно связана с нашим городом. Истории, которой нужно гордиться и передавать от поколения к поколению, как величайшую ценность. День работника атомной промышленности отметили и спортсмены ядерного центра. 29 и 30 сентября в бассейне «Дельфин» и на стадионе спортивного комплекса «Юниор» прошел большой спортивный праздник, на который съехали специалисты в области атомной промышленности из Трехгорного, Озерска, Заречного и Нижнего Новгорода. Спортсмены приняли участие в соревнованиях по плаванию, бадминтону, открытом турнире по баскетболу «Мирный атом» и, конечно, в сдаче нормативов комплекса «ГТО». На баскетбольной площадке спорткомплекса «Юниор» развернулись серьезные спортивные баталии. За главный приз боролись сборные из Сарова, Заречного, Озерска и Нижнего Новгорода. Победа досталась команде «Старт» из Заречного. Это традиционный турнир, он уже порядка 15 лет проводится. И стараемся привлекать к этому турниру именно сотрудников предприятий нашей отрасли. Впервые в программу турнира включили соревнования по бадминтону. Не раз встречаясь на различных спортивных соревнованиях с сотрудниками ядерного центра, специалисты приборостроительного завода из Трехгорного всегда отмечали высокий уровень физической подготовки саровчан. И когда представилась возможность скрестить ракетки в рамках турнира «Мирный атом», Трехгорцы собрали две команды против трех из нашего города. Хотели посмотреть, где тренируются наши конкуренты, какие у них тут условия, ну и посмотреть город. Капитан одной из команд гостей Денис Чуманов серьезно настроен на состязание. И хотя он не профессиональный спортсмен, но готов сделать все возможное для победы своей сборной. Обязательно нужно разогреть мышцы и размяться перед состязанием. От этих мелочей зависит то, как спортсмен будет двигаться на игре и поможет избежать травм. Это любимый вид спорта. Ну, занимаемся, в принципе, не профессионально, то есть не с детства, своими силами, без тренеров. Закрыли сезон по летним видам спорта и те, кто хотел сдать нормы ГТО. Пробежать за отведенное время несколько километров, потом взять в руки винтовку и выбить максимальное количество очков на мишени. Оружие электронное, нет пугающих звуков выстрела, но выровнять дыхание после физической нагрузки получается с трудом. А впереди ждет еще несколько дисциплин. Сегодня у нас плавание, бег 2000-3000 метров, прыжки в длину, стрельба, отжимания. Ну, еще вот по заявкам сделали еще одно дополнительное вид 60 метров. Традиционно сдача норм ГТО привлекает все больше сотрудников ядерного центра, так как прежде всего это соревнование с самим собой, проверка собственных способностей и оценка физической формы. В течение года у нас 3-4 мероприятия таких масштабных проходят, как раз по выполнению нормативов. Порядка 100-150 человек каждый раз приходят на эти мероприятия. Ну, сегодня одно из таких. Но это, скорее всего, уже заключительное, такое, скажем, летнее. Все, кто испытал себя на прочность на большом спортивном празднике, посвященном Дню работника атомной промышленности, готовятся к новым спортивным победам и свершениям, так как спорт – это неотъемлемая часть жизни любого человека. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за новостями городообразующего предприятия на сайте www.vnev.ru и в эфире канал «16» каждую среду и пятницу в 19.45. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего.